Среда 25 мая в студии хорошего настроения журналист Саша Каштанова и филолог Антон Мартыненко и у нас великая битва филологов и журналистов. Сегодня 25 мая, день филолога, и мы поговорим об этом с журналистом газеты «Антенна» Екатериной Проль и специальным корреспондентом издания «СБ Беларусь» сегодня Ольгой Пасияк. Доброе утро, девушки! Ситуация прямо как на факультете филологии. Одни девушки, один какой-то непонятный парень. Расскажите нам, пожалуйста, вы по образованию обе журналистки, правильно? Да. Девушки, есть ли легкий, и здесь еще тоже журналист, я вижу, да, вы как относитесь к филологам? Это ваши коллеги? Это какие-то там заучки? Нет, абсолютно. Я лично отношусь позитивно, я думаю, что и коллеги мои тоже достаточно позитивно относятся. А есть ли какая-то разница между журналистом и филологом, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, филолог, он все-таки более склонен к литературе, к какому-то литературному творчеству, а журналист — это не всегда творчество, это больше такая работа. У станка. Ну, а что касается знаков припинания, грамматических ошибок, когда вам редакторы говорят, Оль, ну ты опять полисадник через буквы ООН написала, как же так? Вы говорите, да я вообще-то журналист, мне вообще не надо, у нас есть редактор. Или все-таки тоже немножко стыдно делать ошибки грамматические? У нас требуют, чтобы журналист писал грамм. Это обязательное условие в том числе. Чтобы у корректора меньше работы было, потому что корректору нужно более какие-то сложные вещи вычитывать, чем исправлять те же полисадники. Конечно, журналист должен быть грамотным, это обязательное условие, но иногда из-за спешки, из-за большого количества материалов могут быть какие-то помарки. Это одна часть работы. Но, конечно, быть безграмотным — это недопустимо. Сегодня среда, давайте поговорим о новинках, о том, что лежит у нас на столе. Это новый выпуск газеты «Антенна». Рассказывайте, да? Да, конечно. У нас такой маленький праздник, тысячный выпуск. Вау! Поздравляем с Днём филологов всех филологов! И газету «Антенна» тоже поздравляем. Да, спасибо. И вот мы обратили внимание, сейчас конец учебного года, кто-то на каникулы, а кто-то поступает. И мы решили побеседовать с детьми и выпускниками «Звёздных родителей». И вот, да, на обложке у нас Валерий Меладзе и его дочь Софья, которая, между прочим, собирается поступать во МГИМО на факультет международных отношений. Вот «Антенна» призналась, что как раз-таки к сцене никакого трепета она не относится. Ну вот я вижу по обложке написано «Папа даже в дневник не заглядывал». Мне кажется, что любому папе такие вот признания дочерей немножко оскорбительны. Вот я лично у своей дочери не то, что в дневник буду заглядывать, я уже решил, что я буду председателем родительского комитета. Но Валерий признался, что он очень добрый папа, лояльный папа, и это действительно правда. Редко заглядывал в дневник. Ну, конечно, главная звезда номера, главная тема номера – это телевершина. Конечно, мы не могли обойти вниманием такую важную тему и собрали все самые важные, интересные подробности за кулисье. Я думаю, очень любопытно будет почитать женщинам, потому что мы не только рассказали о том, в чем пришли гости, но и показали. А наряды сногсшибательные. И спасибо от имени мужчин, что вы не указали примерную стоимость всех этих платьев, потому что я боюсь тогда, ну, на несколько седых молодых белорусских мужчин просто в стране стало больше. Ну, есть зато стоимость некоторых украшений. Может, тогда лучше все-таки с платьями было. Окей, ну, действительно, получилась очень красивая и телевершина, и статья по этому поводу. Особенно приятно, что вот крупным планом показали всех наших коллег. Здесь и Ирина, наша ромбальская, Катерина Забенько, Юра Царев, Юля Александрова, телеведущие из других телеканалов, чьи имена нам, работникам СТ вообще ничего не скажут, поэтому какой смысл их называть. В общем, здорово, спасибо огромное за красочный выпуск. Переходим к газете СБ «Беларусь» сегодня. Раз мы говорим о литераторах, о филологах, то у нас сегодня очень любопытный материал. У нас в газете работает журналист и известный писатель Людмила Рублевская, и вот у нее интересный материал. Белорусские поэтессы, они собирались в музей Беловки и обсуждали такой животрепещущий для женщин-филологов вопрос, можно ли совмещать творчество поэта-писателя-женщине и мамы-жены, то есть вот насколько совместимы вот эти два? А как предполагается, ребенок зовет «мама, мама, молока», и поэтесса поворачивается к ребенку и говорит, «я поэтесса в первую очередь, и только потом мать, пускай тебя кормит кто-то другой». Ну тут вещь скорее о том, что и то, и то требует очень большой эмоциональной отдачи человеку, то есть очень много, в общем-то, полная себя отдача. Был ли риск того, что поэтессы скажут, что вот настоящая поэтесса матерью быть не должна? Ну вот вам стоит почитать об этом. Ага, то есть вопрос открытый. То есть к мнению единому вы пришли, да? Там интересная дискуссия, я думаю, читателям будет интересно, не только по этому писателю. Они собираются вместе, конечно, это всегда очень здорово, и спасибо вам огромное, что вы в День филолога посвятили этому такой интересный материал. Что еще? Еще одна очень важная тема – это налог о тунеядстве. У нас прямая линия на эту тему. Кстати, я вам скажу, что профессия филолога и налог о тунеядстве – это два явления, они настолько близко идут друг к другу, что мне кажется неудивительно, что вы об этом написали. Так. Это прямая линия, то есть читатели со всей страны звонили, задавали свои вопросы специалистам. Специалистам, в смысле, нету не ядцам, а специалистам по налогам и в этой сфере. И ответы на эти вопросы мы полностью публикуем в нашей прямой линии. Скажите, пожалуйста, вы как флагманы отечественной журналистики, когда вот я прочитаю наконец-то в журнале «Антенна» в Советской Беларуси о том, о чем говорят журналисты уже всего мира, что эталоны женской красоты пришло время пересматривать, особенно перед пляжным вот этим самым сезоном. Что сказать о том, что худышек больше никто не любит, что девушки, ешьте побольше, не отходите от холодильника ночами напролет. Когда мы увидим настоящих красавиц 21 века у вас? Мы об этом говорим достаточно часто, и на обложках у нас прекрасные женщины. Кстати, об изменившихся эталонах красоты. Партнер нашей встречи – кондитерская фабрика «Коммунарка», которая вот уже 110 лет угощает нас кондитерской продукцией. Они угощают нас, девушки, а мы угощаем вас большим удовольствием. А вы любите шоколад, в принципе? Конечно. Любите? О, тогда как раз в тему будут вам наши подарки. Честно говоря, я очень недоволен вашим ответом. Сказали бы нет, я бы шоколад оставил бы себе. Но, да, тогда, девушки, это вам. Спасибо большое. Берите, спасибо. Но баш на баш, а это нам. Да, конечно, даже вот так. Ой, спасибо большое, блин, чем заняться сегодня вечером. Спасибо большое за столь интересную беседу. Нам было очень интересно. И самое главное, что нам перепали газеты. Да. У нас в гостях сегодня были журналист газеты «Антенна» Екатерина Проль и специальный корреспондент издания СБ «Беларусь». Сегодня Ольга Посияк. Екатерина, Ольга, очаровательно выглядите. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо.